О чем я хочу рассказать? Об устройстве мозгов и как это, собственно говоря, работает. Потому что очень много всяких сказок про мозги существует. Кто-то говорит, обливаясь слюнями, о том, что вообще не вычисляемо и никак. Кто-то говорит о том, что это секрет далекого прошлого или высокого будущего, или вообще духовные какие-то принципы. Меня все это не интересует. Я не занимаюсь ни психологией, я считаю ее не наукой. Я не занимаюсь физиологией, в том смысле, в котором занимаются физиологи, отводят докторские диссертации от нейронов. Я занимаюсь функциональной морфологией. Меня интересует, как устроено, как работает, в чем разница между мозгами других людей. Сегодняшняя тема — это такая вводная. Если понравится, я расскажу про индивидуальную изменчивость, основу таланта и гениальности. Они абсолютно материальны. Никаких секретов нет. В мозгах вообще секретов нет. Никаких абсолютно. Вопрос, насколько мы это можем принять, поскольку, если мы принимаем все как есть, тогда происходит трагедия. Тогда это самоуничижение до известной степени и в огромной степени объективное отношение к кроющему миру. Многим это не нравится категорически. Итак, я прихожу к делу. Как устроены человеческие мозги? Чуть-чуть я напомню. Вот свеженький мозг человеческий. На самом деле он маленький. Он вот такого размера. Это небольшая достаточно структура. Вот свежевыдранный. Это мозг девицы на легчайшего поведения, 32 лет. В чем хитрость? Он у нас на самом деле является, соответственно, энергетической машиной. Ровно как ваш компьютер, который только что видел. С водяным охлаждением. Объясняю, как это все делается. Значит, сделается это так. Это стрелочка. Ну ладно, слабенькая. Значит, делается как? Как вы видите, здесь есть следы сосудиков, которые очищены. На самом деле мозг, когда находится в человеческой голове, он подвешен. В жидкости висит, которая непрерывно его умывает. Скорость промывания жидкости, просто поясню. Это вот такая струйка трехмиллиметровая, которая течет из крана. Вот с такой скоростью. Вот такая скорость. Это не кровь. Это так называемая спинномозговая жидкость. Безумная скорость протока. Малейшее перекрытие, гидроцефалии, смерть, ну и там со всеми остальными делами. Очень тяжелое состояние. Дальше. Вот это все то, что покрыто бороздами и земельными. Как вы понимаете, это поверхность мозга коры. То есть она на самом деле составляет всего где-то 80% от мозга. Значит, что там внутри? Там внутри шестислоинная кора. Вот такая. В которой средоточено от 9 до 19 миллиардов нейронов. Вот отдельные нейрончики. Они вот видны. Они разные, разнотипные. Есть слои, как вы видите, здесь, где более-менее похожи нейроны. Как вот здесь, например. А есть там, где менее похожи. То есть это разнотипные клетки с разными функциями. То есть клеточный полиморфизм огромен. И вот на поверхности у нас мозга, то, что вы видите из бороздами и звильными. Вот это, собственно говоря, кора. Она шестислойная, достаточно толстая. И если возвращаться к этой картинке, она занимает довольно большую площадь. И от 9 до 19 миллиардов – это индивидуальная извинчивость. Есть люди с мозгами с маленькими. Здесь видите, от 670 до 2400 грамм. Это обыватели. 670, кстати говоря, могу польстить. Как вы сейчас видите по телевизору, английский парламент. Вот он как раз оттуда. Значит, английский парламентарий, который никто не заметил, что у него мозг 670 грамм. Вот он так всю жизнь прожил, умер, и потом выяснилось. Социальная социализация у мужчин 900 грамм, у женщин 800. Ниже, как правило, люди асоциальные. Но при этом идиоты есть до 240 грамм. Это что значит? Это они могут собирать хворост, курить, поддерживать минимальные социальные отношения. Напомню, что у шимпанзе на 100 грамм больше. Так что, в принципе, вы могли бы договориться. А у гориллы так и под 700 грамм бывает. У человека с сохранением следов социальных функций 240 грамм. Есть 2800, но это гидроцефал с большой патологией. То есть большой мозг – это необязательно гарантия. Ну и гении. Это от Анатолия Франца до Кромвеля. Ну там рядом Тургенев, еще Байрон, еще несколько человек. То есть есть гениальные и с большим мозгом, и с маленьким. То есть от размеров мозга это не зависит, а зависит от чего-то другого, о чем я могу в специальной лекции рассказать. Потому что четкие носители одаренности и гениальности в человеческом мозге есть. И признаки эти можно определить. И одна из моих задач состоит в том, чтобы приехать к вам и попытаться вас соблазнить, заняться в том числе вычислительной частью тех самых 150 миллиардов нейронов, чтобы при жизни определять человеческие способности. 150 миллиардов. Но есть индивидуально. Вот понимаете, у вас где-то 1520 мозги, ну если их выковырять. Значит, у вас большой мозг. У Владимира Ильича 1330 было. То есть у вас большой мозг. У вас будет, я боюсь, что под где-то 170 миллиардов. А у кого-нибудь поменьше, там может быть и 120. Вы представили две цифры. Вот что Владимир Анатольевич отреагировал. Вы сказали, что на Картесе 20 миллиардов нейронов, а всего 150, да? Да. 150 – это всего. Это всего. А на Картесе 20. Да, ну это 20 – это у Байрона, наверное, было. Ну, я имею в виду там 10-20. Да, в среднем где-то 11-12 по частоте встречаемости европейцев. Это вот так. А все остальное, там есть нейроны, понимаете, которые участвуют, конечно, в интеллекте. Даже вот есть, появилась два месяца отличная работа, в которой анализировали людей. Здесь меня задали вопрос про мозжечок. А как мозжечок влияет? Там в основном алгоритмы движения всякие. Ну, к примеру приведу. Вот видели белочку, как белочка орешек ест? Она берет такого. Что она крутит, этот орешек? Что ей там надо? Кусай, да и все. Нет, она крутит его, как бешеная. В чем дело? Что она там вращает? А дело в том, что у нее каждая кромка зуба верхнего и нижнего представлена в мозжечке, ахтунг, специальным полем, которое вычисляет нагрузку на зуб. И вот это бешеное вращение, это на самом деле работает компьютер, почти такой, как у вас, для того, чтобы рассчитать, раздавит она орешек или зуб сломает. То есть зуб сломает, и на кладбище. Значит, она крутит этот орешек, находит точки уязвимости, там, где он поддается. Мужечок сигнализирует, да, и каждый зуб представлен собственным полем, и каждая грань зуба собственным полем. У нас то же самое с руками, там, с конечностями, и там, с пифисками, совсем здорово. Вопрос, а кто жидкость перекачивает? Что-что? Кто жидкость спинно-мозговую перекачивает? Вы не поверите. Две пара орта загоняют туда, и там, через сосудистое сплетение, активный перенос. То есть, что получается? Загоняет туда кровь, она проходит мимо, а ее ультрафильтрат, причем, внимание, заходит только H2O и растворы электролитов. Вот с такой скоростью, пассивно, через сосудистое сплетение, они достаточно большие. Два такие в латеральных желудочках, и вот такое примерно в четвертом. И у детей, почему дети как бешеные скачут, вот на койках там все, да, у них там это сзади еще есть такие дырки страховочные, два отверстия люшка и одно отверстие мажанди. И когда они там переворачиваются, как бешеные, ну, все дети видели, у них просто они открываются, и у них выравнивается давление. А если мы так с вами скаканем через голову на диване, ну, я боюсь, что вот в реанимацию обязательно. То есть, зарастают с возрастом, и тогда, значит, особенно проблематичен отток. А отток идет, а вот тут самое ужасное, почему мы все погодозависимые, особенно после 50-ти, отток идет пассивно по градиенту концентрации. Почему чего-то в Бога не верится? Потому что, ну, в пьяном бреду, что ли, придумывали это все? Ну, представляете, закачивается под давлением ультрафильтрат, а отток по градиенту концентрации с помощью крови, которая протекает мимо пахетоновой грануляции вот здесь. Ну, это отсюда инертность гигантская, отсюда бесконечная проблема. Вот там водички выпил, развел чуть-чуть, изменился осматическое давление. Почему пионеры? Пьют полтора литра воды, а потом ищут, где пописать через 20 минут. В чем дело-то? Инертность срабатывания датчиков, а датчики питьевого поведения – это вообще катастрофа, находятся внутри мозга. У вас, когда губы сохнут, язык, это вас надувает. Ну, обычно, мозг так всегда делает. Как вас заставить воду искать? Вы же не сообразите никогда в жизни. Что делать? Ну, значит, раз вырабатывает фантомные ощущения, вы пошли искать. На самом деле, естественно, ничего не сохнет. Вопрос у вас в голове-то происходит. А датчики внутри мозга. И поэтому инертность 15 минут пока дососется. Чтобы не перепивать и не искать туалет, надо сюда пить соточку так. И подождать 15 минут. Ну, да. Ну, 100 грамм, в смысле воды. Ну, вот. Ну, вот. То есть задача достаточно интересная. Каждый из этих нейронов обладает, прошу прощения, обладает специфическими функциями. И каждый участок коры, он тоже специфичен. Вот, значит, такой срез. Почему я так люблю точную механику, и тех, кого производят. Он сделан с точностью до одного микрона. Такой приборчик с третьего стола, на котором это делается. Сделать его довольно сложно. Значит, ну, вот такой горизонтальный срез. Так выглядит целиком срез мозга человека. И видите, здесь не надо быть никаким специалистом. Хотя специалист обычно учится в течение 20 лет этому делу. Здесь видно, что здесь. И здесь разная упорядоченность этих самых нейронов. Вот эта разная упорядоченность, она является ключевым делом. Вот эта зелененькая, это значит, соответственно, вот эта упорядоченность. Это красненькая точка, это упорядоченность. На основании вот таких упорядоченностей, адская работа, и именно поэтому таких работ мало, значит, созданы карты. И больше всего этих карт созданы в нашей стране в 30-е, в 30-е, 70-е годы, в которых каждое цветовое вот это поле, естественно, понимаете, это раскрашено. Ну вот, и на самом деле мозг вот такой прям желтоватый, немножко противного такого цвета. А так вот, он здесь раскрашен, это поля, которые определяют функции. Там затылочные функции, зрительные. Здесь вот чуть в глубине слуховые. Здесь вкусовые, здесь память, человеческие ассоциативные центры. У нас, кстати, их два, не только в лобной. И вот эта вот часть, это, собственно говоря, ассоциативные, потому что здесь просто зона управления, например, авторучкой. То есть, если это поле, поля маленькие, то там у человека графия. Здесь речевые, но никакой асимметрии на самом деле нет. Все это вранье, потому что компенсаторная лево-правая полушарность, она всегда возникает у людей. И есть много случаев, когда люди рождаются без вот этой части левой лобной области. Отлично говорят, кончают институты, школы, и это узнают там в случае только какой-то аварии или еще. Так что вот эта вот, скажем, асимметрия мозга, мягко говоря, сильно преувеличена людьми, которыми плохо знает мозг. Да? Несложный вопрос. А вот этот световая у вас отмеченная гамма, так вот специализация областей мозга – это случайное явление? Нет, это законодательство. Вот как-то все-таки есть какая-то логика. Логика есть, конечно. Вот эта часть слуховая должна быть здесь, у человека, а не в эволюционном. Да, это логика, она насчитывается. Она как-то сложилась эволюционно. Да, 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 она сложилась эволюционно примерно за 200 миллионов лет. И очень жестко. Кто в нее не вписывался, тех съели просто. Значит, здесь центральный – это моторный, это сенсорный, ну и дальше там по тексту. Сама память есть два, две формы. Есть специализированные поля, которые занимаются памятью из-за того, что их освободили от других функций. Ну, например, вкусовые у нас, ну, понятно, входят в Макдональдс, но раньше тоже разнообразие невелико. Вот здесь очень много областей, связанных с памятью. Вот здесь значительная часть связанная с памятью. А все остальное память носит прикладной характер. То есть, если вы выучиваете какой-то моторный навык, то память будет храниться. Если руками сучите, то, значит, вот здесь. А если языком, как я сейчас, то где-то вот здесь. То есть, у нас что получается? Наша память, как правило, специализирована храниться в определенных полях, но в то же время, поскольку он, например, для того, чтобы мой язык болтался так, как сейчас болтается, нужно, чтобы были и моторные области, и система вот этой вот, то, что называют поле брака, управления чем? Глоткой гортанью. Это механический привод, на самом деле. Это, и тогда все. Там гортанные мышцы здесь хранятся. Движение языка, артикуляция здесь. То есть, у нас нет функций, органов, которые были вот чисто специализированы. У нас есть такое зрение, например, и слух. Да, пожалуйста. Зрительная область, она гиперспециализирована. И здесь все очень точненько. Так называемое фототопическое представительство. То есть, когда каждый участок вашего глаза представлен точно в определенном поле, точка в точку. И если здесь попадал, например, пулька или осколок, выбивал, то, значит, выпадал кусочек поля глаза. И наоборот, если кровоизлияние, еще что-то выпадает из сетчатки, там погибают нейроны, что найти можно всегда. То есть, вот такое представительство. Понимаете? То есть, когда функция сложная, как, например, речь, тогда это распределено в несколько полей. А если функция простая, как зрение или слух, или там моторная область, то точно, например, в двигательной области. Раньше хороший нейропатолог, раньше, значит, мог определить с точностью до 2-3 миллиметров по симптоматике того, как двигается там человеческая нога, например, после инсульта. Это запросто. Так вот, сами вот эти, сейчас вернусь назад, сами вот эти вот цитоархитонические поля, каждый из этих нейронов имеет очень специфическую структуру. Вот здесь как раз нейроны, те самые, которые я вам показывал на срезе, они вот, ой, они, вот их тело, а вот отростки. И здесь нужно объяснить, что наш мозг, сразу сказать просто, это не очевидно, имеет энергетические ограничения, поскольку он является забарьерным органом. То есть, если когда-нибудь ваш организм доберется до ваших мозгов, он их сожрет, в прямом смысле этого слова. То есть, ваши мозги для вашего, для вашей иммунной системы то же самое, что занозы. Это опухоль такой. Ужасная причем. Вредит постоянно. Почему? Потому что это действительно опухоль в том смысле, что инородный набор белков, и поэтому весь мозг на всем своем протяжении защищен специальными клетками глии. И существует так называемый гематоэнцефалический барьер, чтобы кровь не добралась. Если она добирается, то происходят всякие неприятности. Вот вы все получали по голове. Кто веслом, кто дверью, там, ну, творческие многие. Значит, особенно при здоровом образе жизни, вы понимаете, да, кровозеления гарантированы. Если взять у любого из вас, и у меня в том числе, кровь, то окажется, что внутри крови есть антитела к вашим собственным мозгам. То есть иммунная система мечтает как-нибудь до них добраться и сожрать их, наконец-то успокоиться. То есть забарьерные. Отсюда проблема. Кровь не может напрямую взаимодействовать с нейронами. Надо ее как-то передавать. И для этого глиальные клетки, которые образуют этот барьер. То есть каждая эта клетка ограничена от кровеносной системы тем, что между сосудом и клеткой есть глиальная клетка. И в этом огромная проблема и огромные трудности. Вот как это выглядит примерно на схеме. Когда сосуд, глиальная клетка и нейрон. И нейроны здесь изолированы глиальными клетками, а здесь вот этими самыми аксонами, которые окружены специальными швановскими оболочками. Зачем это все нужно? Отсюда колоссальное следствие. Энергетические нейроны не бесконечно могут увеличивать свое энергопотребление. У нас нет скорости, потому что каждая молекула еды, которая попадает так предельно упрощенно в нейрон, она должна распознаться в глиальной клетке, пройти через тело. Ну вы представьте, там же ведь не то, что там рельсы, там там палками толкают. Это убогость фантастическая. Потом попасть сюда, здесь распознаться еще раз, только потом пойти. Иначе иммунный ответ и конец. То есть очень инертная система. Здесь самое главное, вот расходы мозга энергетические, основные, связаны вот с этим. Нужно обслуживать энергетически, тратить кучу АТФ вот на эту штуку. Если бы мозг не был за барьерным органом, его энергоэффективность была бы раз в 30-40, была бы выше. Вот представьте. Да, но не во всех. Сейчас доведем до этого. Кровь есть. И там поток такой, что если взять мозги человеческие и аккуратненько усопшему быстренько залить через сердце силикон, так, чтобы он пропитал мозги, а потом взять этот мозг, вытащить и отнести к добрым муравьям, то они съедят мозги. А силикон они едят, он невкусный. Значит, и получится точная копия человеческого мозга с шагом в 100 микрон. Уровень кровотока колоссален. То есть, иначе говоря, у нас с вами в случае пассивного состояния, когда вы отдыхаете и расслабляетесь, значит, в пассивном состоянии, спите, весь мозг потребляет 9% всей энергии, примерно 15% всего кислорода организма. Ну, посмотрите, 1,5 масса тела, маленькая такая штучка, и при этом 9%. Ну, если, не дай бог, вы задумались и начали скрипеть мозгами, то это все повышается до 24-25% в зависимости от массы тела. И, конечно, мозги такое выдержать не могут. Это большая проблема. И несмотря на колоссальное сосудистое обеспечение, здесь вот мозговые череп, мозговые оболочки красные, и здесь синенькие, это сосуды. То есть, несмотря на колоссальное обеспечение капиллярами, это самая воскулиризированная, самая кровоснабжаемая система, больше 20% разогнать нельзя эту систему. Ни компьютер, ни чего не получится. Скорость вот этого обмена, переноса, она финальна. Вот здесь как раз то, о чем вы спрашивали. Значит, дело в том, что мозг устроен таким образом, это очень важная вещь, которая в компьютерах плохо работает, значит, у него на самом деле существует пятикратный резерв. В каждой области, о которой я говорил, в каждом кусочке существует пятикратный резерв. Вот на схемке я как раз это поясняю. В чем дело? Вот артериола принесла, и все сосуды на месте. Все хорошо. Но они проходимы для плазмы и непроходимы для эритроцитов. То есть туда ни запас, ни кислорода, ни что остальное подать не может. И это в пассивном состоянии. В этом весь фокус. То есть мозг может локально увеличить кровоснабжение, расширив эти капилляры, в пять раз. Именно отсюда возникает вот это двух с половиной кратное увеличение энергопотребления. Больше просто невозможно, сердце не справляется. Ну, просто есть предел. Там простая достаточно гидродинамика, но она не бесконечная. И поэтому мозг обычно локально повышает энергетический обмен. Ну, например, вы стали что-то разглядывать. Вы почувствовали, что вам дали там 100-долларовую бумажку фальшивую. Вы начали ее тщательно изучать, возбудившись. Значит, что происходит? Увеличивается, открывается еще пара капилляров, кровоток увеличивается, подключаются, здесь внимание, вот эти нейроны, которые до этого еле скрипели. То есть проводимость есть, активность есть, память поддерживается за счет маленького энергобаланса. А тут надо мобилизовываться. Результаты сказываются, кстати говоря, что советую учитывать в жизни ученых. Это как раз работы, выполненные в Санкт-Петербурге довольно давно. Но это сосудистая система, целиком выдранная из мозга. То есть внизу вот это как раз пелезиев круг и расхождение сосудов. Сверху у нас сосудистая система извозчиков, в те времена были извозчики. А внизу профессора Некрасова из ЛГУ. Ну, тогда Санкт-Петербургский еще, это потом стал ЛГУ. Значит, видите, разница по кровоснабжению. То есть если хотите сохранить мозги в рабочем состоянии, пользуйтесь ими, иначе непроходимые вот эти сосуды, они довольно быстро склеротизируются и начинается атеросклероз, то есть части полные и бесконечные, поскольку вы не чувствуете, что он у вас начался. То есть вот так работает мозг. То есть он включается только для решения конкретной задачи, тут же выключается при первой возможности. Причем мало того, что нейроны сложные, обладают большим количеством связей, они еще и включаются только по заданию партии и правительства. Иначе заставить эту штуку работать невозможно. Если вы занимаетесь физкультурой и думаете, что вы сейчас кровоснабжаете мозг, не надейтесь. Просто здесь действительно все будет хорошо с сосудем, то есть вы будете крепенькие, здоровенькие, а здесь у вас разовьется склероз побыстрее. Потому что в этот момент вы не думаете. То есть или одна, или другая. Поэтому нужна гармония. А где находится партия и правительство? Партия и правительство находятся в мозге. Это является... Сейчас объясню про партию и правительство. Все очень хорошо. Партия и правительство находится в мозге. И эта партия и правительство называется энергетический обмен. Энергетический обмен очень точно и четко следит за этим делом. Объясняю. Как только вы понижаете на полпроцента с 24, ближе к 9, энергопотребление мозга, то есть отключаете его, взяли, воткнулись в телевизор или в компьютер, все равно. Как только энергопотребление пойдет, вам что делают? Вам сразу же внутри мозга вырабатывается вот этими самыми клетками замечательное соединение, любимые молодежью. Канабиоиды, опиоиды, окситоцин, эндорфины. То есть вы, иначе говоря, не работа мозга... Не работа мозга. Что? Стимулируется. Стимулируется эндогенными наркотиками. Причем тяжелыми. Причем в целом комплексом. А в детстве, почему дети такие хорошие и тихие, и спят хорошо? У них больше опиоидов. Когда они воруют конфетки, бездельничают и прочие всякие, передаются всяким развлечениям, они думают. У них у нас канабиоиды в основном и окситоцин. А у детей еще к этому огромное количество опиоидов, которые постепенно снижаются с возрастом. Но у многих сохраняется на всю жизнь. Они так живут счастливо. Что вы хотели? Пожалуйста, а в случае согласования определенных областей, понятного механизма согласования, если вот одновременно... А, я понял. Я понял вашу задачу. Я был в соседней комнате. Я понимаю, что это основная проблема. Согласование сейчас объясню, как. То, что происходит в соседней комнате, это происходит в сонном мозге. Вот эти большие машины. То есть мозг устроен так. Вот вы сказали, когда спать ложить, вот у вас мотивация какая-то. Вы чем-то занимались, перевожу на русский. Вы занимались чем-то интересным, важным, нужным. В том, все, уже чувствуете, что сил нет, ложитесь спать. В этот момент мозг начинает хулиганить. То есть кто во что гораст. И в зависимости от остаточного возбуждения того или иного поля мозга, той или иной области, у вас начинает случайное образование... Не надо, не закрывайте. У вас начинается случайное образование систем связи и возбуждения их. Иначе говоря, полное согласование. И у вас там, например, вам кто-то на ногу наступил в автобусе, а вы посмотрели что-нибудь там про собак. И вот вам снится, как вас какой-то пёс кусает за ногу у вас. Ну, понимаете, ассоциативный ряд. То есть остаточное возбуждение, то, что все в течение дня, возникают случайным образом. Мозг в этом случае не интегрируется. Но если вы проснулись и опять занялись чем-то важным, то, что возбуждает ваш мозг, заставляет всех остальных подчиниться. И чем дольше вы работаете, сейчас об этом будет, тем больше вы подчиняете все окрестные структуры. Ну, я всегда привожу пример хорошего Маяковского. Он был паршивым поэтом на самом деле, но очень хотел им быть. А мозг у него был здоровенный, 1700 грамм. И он просто писал стихи в голову, что называется. Он шагал и писал стихи под шаг. То есть он использовал моторные области для того, чтобы расширять свои поэтические таланты. В результате все его стихи – это такая шагистика. Он вообще их не писал никогда, он просто ходил по Москве, потом приходил, садился на Белло, записывал все. Вот такой фокус. То есть если потом вы начинаете чем-то средоточенно заниматься, причем используя все ресурсы мозга. Я бы хотел задать вопрос не о длительном бессознательном сочетании, а о мгновенном вызове, мгновенном ассоциации из разных областей. А, сейчас до этого дойдем. Все понял. Сейчас будет. Что-что? Теперь, значит, опускаемся на уровень ниже и смотрим, а как вот эта вся ерундистика, вот эти все нейроны, которые я вам показывал, как они работают. Здесь, кстати говоря, покрашено. Если вы думаете, что так на самом деле, это все бред. Покрашен один из тысячи нейронов. То есть когда там рисуют какие-то компьютерные мальчики на Западе, там такой нейрон, которому бежит на парах сигнал, то это все бред сивой кобылы, потому что никакого отношения к реальности не имеет. На самом деле здесь один из тысячи. Плотность упаковки такая, что вот здесь видно. Вот это срез через кусочек человеческой коры. Вот такая плотность мембран. Там нет, туда лезвия бритвы не засунуть. Здесь развед электронный микроскоп, и вот это конкретно, здесь показаны синапсы, те самые, о которых идет речь. Там все вот так забито, там ничего не сделаешь. Нет там никакого свободного пространства. Там все плотнейшие, вот, даже куски проводящие здесь тоже. Это мельнизированные аксоны там в ганглии тоже. Нету здесь никаких свободных пространств. А это изоляторы, те самые, которые защищают от проведения сигнала, от внешнего, в том числе, барьера. То есть как все это происходит? Значит, теперь проблемы с передачей сигнала. Передача сигнала в нейронах – это не электрический сигнал. Сигнал электрический, наверное, происходит в головах только физиологов, которые об этом говорят. У нас даже мышцы не сокращаются от сигнала мозга. У нас приходит, ну вы представьте себе мышцы, ваш мащел. Ну сюда пришел сигнал. 40 милливольт. Что там сократиться? Ну возьмите 4 вольта батарейку, ткните, что не дрыгаетесь? Ни у кого не возникал вопрос? Языком некоторые батарейки лизали в детстве. Знают, что кисленьким там все такое. Что язык-то не дрыгался? Он должен туда улетать чуть не до смерти? Очень просто, потому что это управляющий сигнал, а не генерирующий. У нас приходит управляющий сигнал, малюсенький, всего несколько десятков вольт, милливольт. А сам сигнал генерируется мышцей. То же самое с мозгами. С мозгами сигнал сам электрический – это сам факт проводимости. Больше ничего. Там нет в нем информационного. Это сигналы, идущие к мышцам, которые говорят «да» или «нет». В нервной системе так ничего не работает. Ни один нейрон так не работает, кроме мышечных, которые запускают там мышцы в ногах, в руках и так далее. А все остальное, содержательные, информационные сигналы в тысячу раз сложнее. В чем дело? Дело в том, что вот эти маленькие синапсы, вот эти черненькие какашки, которые здесь видны, на самом деле это пузырьки. Эти пузырьки, в которых напихано тьма-тьмущее соединение медиаторов. Это не полный список, еще есть комплексные, сложные. То есть это гигантское количество нейромедиаторов, которые вырабатываются в нейроне и тихим сапом двигаются по отростку. И в одну сторону, и в другую. Поэтому, когда вы помогли, бабушки в деревне постояли по колено в навозе, в коровье, а потом себя почувствовали через полгода, это вам привет от бабушки. Почему? Потому что это все токсины всосались, передались в конце концов нейронов, а потом у вас поясница заболела. На ровном месте ничего не делали. Значит, ну что, токсическое отравление. Потому что по акционам движение идет туда-сюда. Так вот, что идет туда для передачи сигнала. Вот эти самые пузырьки сильно увеличенные, которые здесь находятся, содержат смесь вот этих самых медиаторов, которые и содержат информацию. Поэтому у нас синапсы индивидуальны. Информация пробегает сигнал электрический, все правильно, а разряжается-то смесью вот этих вот медиаторов. Их там 20 штук, а вариабельность из них, они еще количественно и качественно могут различаться. В одном одни есть, а в другом другие. И количественно. И чего? Вот это и есть сигнал информационный, который передается от клетки к клетке. Он может быть как активирующим, так и тормозным. А еще есть хуже ситуации, как вот здесь, реципрокное проведение. Когда вот этот вот синапс активирующий, рядом с ним лежащий, тормозный. И клетка это не суммация. Это ахинея из 30-х годов. Нейрон это не суммирующая машинка, ни в коем случае. Он может и тормозить, и останавливать вообще передачу сигнала. И генерировать собственные. Потому что у них есть аксонный холмик, и если там, например, он участвует в неком проекте, где надо большое количество, и он интегрирует эти сигналы, тут происходит суммация, и он выдает некий решающий задний. То есть... Да-да-да. Ну, мы как-то в теме были, да? То есть мы же компьютерными сетями занимаемся, да? И то, что вы рассказываете, мне очень напоминает, например, вся пакетная коммутация, которая у нас где-то с интернетом. То есть пакет – это медиатор, у него есть... Ну, у наших пакетов есть адрес, а главным коммутационным элементом является маршрутизатор, который у нас в компьютерном сетях держит таблицу маршрутизации. Да. Здесь кто маршрутизатор? Кто направляет... Спределенная похожа. Спределенная похожа. Где маршрутизатор? Пусть он будет определенным. Сейчас, сейчас. Есть. Конечно. Мы занимаемся одним и тем же. Только у вас, они у вас пощупаются, а у меня попробуют пощупать без электронного микроскопа. Причем какого? Там типа там Титан, который включают один раз на заводе в Германии, больше не выключают. Итог. Плоховато чувствуется иногда. Так вот, значит, здесь вопрос о маршрутизаторах. Значит, короче говоря, каждая синаптическая связь, напомню, что эти синаптические связи у каждого нейрона мы помним, что их 150 миллиардов в среднем, примерно от 100 тысяч до миллиона. Таких вот синапсов. Волос намного меньше. Намного меньше. У меня уж точно. То есть, вот этот каждый из них, он на самом деле содержит... То есть, здесь комбинация из 20 там... Из двух десятков медиаторов, которые информационные, плюс этих самых коммуникаторов от 100 тысяч до миллиона. Клетки Пуркиньям и Жичка, о которых мы говорили уже, те, которые там орешек позволяют идентифицировать, белочки. Там у них в среднем миллион таких синапсов. Вот такое количество. Это нейрон, по-своему делу, является маршрутизатором. То есть, я бы сказал бы... Комплексом даже. Я бы сказал, комплексом маршрутизаторов. Сейчас доберемся до этих вещей. Теперь дальше вот с маршрутизаторами. Как маршрут определяется и в чем дело? Значит, ну, понимаете, что в статическом состоянии, условно-статическом, его не бывает. Ну, допустим, в односекундное время, значит, у нас что получается? У нас огромное количество нейронов, гигантское количество связей, там, от 100 тысяч нанос, которые, на самом деле, передают сигналы. При этом кто... Как определяется маршрут? Маршрут определяется сначала. Это у нас с вами маршрут определяется вот этими самыми полями. Какие поля включились в данный момент? Ну, вот вы рукой вводите, у вас вот это поле. Значит, вы а графией не страдаете, ручка двигается, все это не выпадает, противно, не противно. Значит, здесь все нормально. Значит, что происходит? Где маршрут определяется? Это поле, которое координирует движение глаз, руки и пальцев. Оно подключает поля, значит, плеча, предплечья здесь. Оно подключает зрительную систему координации здесь. Оно подключает нижнее теменное поле, которое предполагает, как вы напишите слова, какими буквочками. Здесь программа. Эта программа между собой сравнивается. Все между собой связано в мозге. Здесь масса специальных каналов. И вы запускаете, напишите слово там, какое вам нужно, мозг или еще что-то. Теперь двигаемся дальше. А дальше есть очень картинка хорошая из Института Лейбница. Значит, у меня есть такие, но они на конфокальном микроскопе, на большом, сделали. У меня проблемы сейчас с маркерами. То есть мы то же самое видим, но здесь хорошо то, что сделан обзор. Вот тушка тела нейрона, а это синапсы, причем не все, не все медиаторы показаны. Вот представьте себе, какая картина. Это синапсы, которые соединяют вот этот один единственный нейрон с соседними клетками. При этом есть фокус. Дело в том, что насчет маршрута как раз ключевое. Каждый день у каждого нейрона таких 3-4, если не дай бог вы думаете, 5 синапсов могут образоваться, а понимаете, это новые связи, которых еще не было, в природе в чем проблема? Они не прописаны алгоритмом. Если у вас работает область, например, написание, вы учитесь каллиграфии, вот уже дожили до седых воролос, а тут увлеклись красивыми буквочками. Начинаете учиться каллиграфии. Напряженно это трудно делать от красивой буквы, уже руки не двигаются, прочее, вы средотачиваете. У вас в этом месте, в этом месте, только в этом, который управляет. Начинается более активный синаптогенез. То есть что? То, что я рассказывал вначале. Кровь приходит, васкулиризирует, снабжает едой. Почему детей надо кормить? Они растут, и мозги растут, и синапсы образуются. Вообще до 25 лет все это идет активно. А в раннем возрасте это просто как ураган. То есть вам нужно загрузить туда всякие полезные вещи, типа коньяка, осетрины, овощей разнообразных. Ну, еды разные. Потому что белково-липидные мембраны, вы еще будете строить эти синапсы. Из минеральной воды они не построятся. Из огурцов тоже. Значит, нужно ставить белки и липиды в большом количестве, поставлять в мозг. Это основной расходный материал. Начинается синаптогенез. И чем больше вы занимаетесь этим, тем больше маршрутов сходится в эту область. То есть, иначе говоря, подключается других областей, которые начинают использовать память нейронов, как водить рукой. Все более и более детально. И вот этот синаптогенез, это и есть основной механизм возникновения долговременной памяти, временной памяти и нашего творческого мышления. То есть, образование связей, которых еще не было никогда. Это физические связи? Это физические связи. То есть, прорастание фактически? Да. когда... Да, да, да. А оно потом заполняется вот этими точками? Не точками, это... Объясняю. Вот специально картинка для мальчиков старших групп детского сада. Я специально нарисовал. Потому что, ну, вы из другой области, вам надо понимать, что происходит. Значит, вот у нас ситуация. Вот начали думать интенсивно. начинают расти навстречу друг друга. Но это не совсем так. Там они близко и так лежат. Просто начинают образовываться синапсы. Иногда и растут. Раз в 40 дней, особенно если перечисленных мной выше метаболитов в избытке, и вы продолжаете думать не над маркой коньяка, а над проблемой научной. Ну, вот если вам удалось сохранить это... сохраниться в этом состоянии, то раз в 40 дней примерно образуется прям целая такая коллатераль. Это может быть этих синапсов штук 40-60. То есть прям... Причем не обязательно, чтобы они связаны с другой клеткой. Это вот здесь секунду внимания. Они могут быть замкнуты сами на себя. То есть клетка может выступать в данном случае как с автономной системой с хранилищем информации. Это очень важный момент для того, чтобы вам понять, как эта вся ерунда устроена. Значит, что получается? Значит, интенсивно думаете, работают, образуют связи, но при этом независимо ни от чего. 2-3 связи, а то и 4-5, особенно если вы впали в нирвану, значит, чакра вывалилась, и вы заснули около телевизора, они начинают разрываться и расходиться. То есть, опять разрыв физический, еще раз подчеркиваю, это физический процесс. То есть, все мышление, запоминание, это морфогенез, физическое образование связи. Я все время привожу издевательские, это надо к процессору представить китайца с паяльником, чтобы он начнет. Ну, понятно, 150 миллиардов, китайцев не хватает пока, надо подождать. Ну, чтобы к каждому нейрону. То есть, получается вот такая, запрограммировать это, мне тут же говорят, а вы что, запрограммировать это сейчас. Здесь же функциональная адаптация, вы начинаете писать, у вас здесь образуется, здесь изменяется кровоток, то есть, это комплексный процесс. То есть, вот в этом основное проблема. Долговременная память, это то же самое. Когда вот мышление, вы говорите, меня озарило, ну что это, дурак такой был, вот думал-думал, а потом выяснилось, что это все очевидно. Вот осенило, инсайт, озарение, там что хотите. Как это психологи называют, я даже обсуждать не буду. Но смысл такой, что это установили связи между какими-то очень дальними блоками информации, которые у вас никогда не задействованы. Но из-за того, что вы интенсивно об этом думали, почему я все равно говорю, думайте неделю над какой-нибудь ерундой, не получается. Ну пойдите там, поработайте веником, лопатой. Смотрит, что-нибудь в голову придет. Почему? Потому что вы задействуете, активируете другие области, смотришь, морфогенез, синаптогенез даст ответ на поставленный вопрос. Это в норме, это когда вы напряжены, думаете, когда не используется, баланс падает, и значит связи разрываются. Это касается и памяти. Память мозга нестабильна. Мы все время перестраиваем нашу память под наши задачи, под наши интересы. У нас нет стабильной памяти. Все, кто приезжал там на историческую родину через 5-10 лет, видят, знают, что это такое. Или в место в какое-то там, побывали там, приехали через 5 лет, но все по-другому. Она перестраивается за счет того, что вот эти синапсы образуются и разрушаются всю жизнь и все время адаптируют к общей вашей конструкции мозга вашу память. То есть вы занимаетесь таким глубоким, многосторонним самообманом, который, собственно говоря, и дает вам возможность привыкнуть к тому, что происходит. Ну вот, поэтому можно уже теперь перейти к более. Значит, ну по этой причине, где, кстати говоря, есть у меня такой кусок, значит, про футуролуха насчет сингулярности. Вы поняли теперь, что из энергетической, из энергетических ограничений мозга никакой сингулярности не будет. Просто парень плохо учился в институте или если он вообще где-то учился. Ну вот, к сожалению, интегрировать компьютер с человеческим мозгом невозможно потому, что мозг имеет ограничения по энергетическому обмену. А вот то, что делает, что можно сделать реально? Реально можно сделать искусственные глаза, реально можно сделать искусственные уши. Реально можно сделать искусственные там обоняния. Но этому уже 20 лет. Это протухло, эта вся новость от Илана Маска. Почему? Потому что я участвовал в конференции, по-моему, 2000-й год нейрохирургов Средних Европы. Там уже вживляли золочеными контактами микропроцессоры непосредственно в слуховые ядра. Там два кахлеарных ядра на стволе. То просто делали довольно сложную операцию, втыкали этот процессор, от него шли проводочки. По сигналам, по раскладке по милливольтам там было примерно то, что нужно. Под вот эту кожу, вот здесь височную, вставляли вот такую мембрану, и человек начинал различать слова и звуки. Этому уже 20 лет. Это давным-давно все сделано. Пожалуйста, а сигнал внутри мозга химическим образом передается? А вот от этого это выдавается электрический, то есть химическая трансляция после активации электрическим сигналом начинает? Да, да. То есть они в первичное слуховое ядро вставляют. Сейчас объясню, в чем там засада. У нас слуховая система, у нас на самом деле в ухе три системы рецепторов. Угловое ускорение, линейное ускорение и слух. Значит, они проходят, а там они построены на механических принципах. Там безволосковые клетки, безотросковые, которые сидят так на механическом бряне, долбят. Все просто. И там просто, в чем построен принцип? Сюда. Чувствительность. Почему там такая, что она диаметр атома водорода смещается, все хорошо? Потому что на самом деле эта клетка ничего не чувствует, и ничего не понимает. Она только модулирует сигнал. Сюда подводится подводящее волокно, сюда подводится отводящее. 200 импульсов в секунду. Любое колебание, изменение проницаемости на одну единицу в секунду воспринимается как чувствительность сверхвысокая. Но это чистый электрический сигнал, в котором нет информационного составляющего химической. Просто проходит сигнал. Частота. И эта частота передается, изменение частоты передается в кахлярный комплекс. Поэтому в хитрые чехи, значит, они сделали изменение частотных характеристик, как в этом комплексе. И это воспринимается кахлярными ядрами как раз как звуковой сигнал. Да, я вас... идея пересадки головы остается клоунным вредом? Или это где-то у людей что-то... Ну, у нас же недавно итальянский клоун был же. Ну, это оно. Да, ну как же, ну как же. Там с ними сидели четыре наших выдающихся ученых, врача. Смотрите на их лица, найдите в интернете. Это более чем вред. Один из них отсюда может спросить лично. Причем так, как следует. А уж деньги-то получили. Да. Нет, это ерунда, потому что, ну, вы понимаете, в чем дело. Теоретически все можно. Ну, как вы без нервов периферических, без всех связей вы туда посадите? А кровоток как вы успеете? Там на шесть минут. Вы попросите жену. Просто там люди пиарятся за... Ну, люди деньги зарабатывают. Слушайте, ну, способов зарабатывать деньги, ну, огромное количество. Попросите жену вас прикрыть подушкой на шесть минут. Ну, и все, посмотрим, что будет дальше. Прекратится поступление кислорода, вы... У вас начнутся выпадение памяти. За шесть минут мозги не пришить к сосуду. Ну, это... Ну, это все из этих... Из стволовых клеток, из клонирования. Это все из этой серии. Я, к сожалению, этим не занимаюсь. Это жульничество. Ну, вот. Значит, дальше. Теперь смотрим вот в результате издевательства над мозгом, я так это воспринимаю, какие были у нас идеи недавно. Значит, формирование целостной информационно-связанной среды. Не получилось. Нет информационно-связанной среды, потому что она была заменена имитацией доступной информационной среды за контролем поведения. То есть поведенческая такая зоопсихология. То есть людей опустили на уровень животных. Ну и самое-то главное, перспектива-то очень плохая. Компьютерное железо прирост в год 2%. Я только недавно был на фирме крупнейшей в Европе, которая этим занимается производством. Просто мужики выходят и говорят, слушайте, это катастрофа. У нас рост меньше, чем в косметологии. 2%. Это катастрофа. Значит, денег не будет. Значит, что с людьми делается? Это иллюзия знаний. Это действительно, потому что, когда вы берете эту штуку, иллюзия, значит, наркотическая поддержка, любой, значит, имитация любой разумной деятельности. Я об этом говорил. Наркотики эти самые, чем ниже энергии расхода, тем лучше. Поэтому у нас обратная ситуация на самом деле возникает. То есть, иначе говоря, цифровизация, это путь, значит, остается некоторая элита, которая этим занимается разумной, а большая часть населения просто задуривается, и все. То есть, мы из этих людей потом не вытащим никого в науку. Они для потерянной, по сути дела. А сущность, это так называемая лимбическая, потому что, которая контролирует инстинктивно-гормональные формы поведения, которые, собственно говоря, и доминируют у человека. Ну, и возникает вопрос, а чего с этим совсем делать? Потому что, в естественной системе у нас есть изменяемая адаптивная память. Она не постоянная. Здесь постоянная, статичная, неизменяемая. Сейчас пытаются сделать ее нестабильной, но тогда ценность этой памяти будет под большим вопросом. У нас это в норме, потому что мы, биологический организм, решает совершенно другую задачу, невычисляемую, ну, невычислительную, потому что ему главная какая цель-то? покрыть метровым слоем своих потомков эту планету. Задача-то репродуктивная. И все этому подчинено. Причем этот интеллект какой-то? Глобные области вообще выросли из заботы о потомстве, как способ деления пищи с неродственными особями. Значит, дальше, наш интеллект морфогенетичен, то есть мышление, как образование новых систем связей. А здесь мы причем пытаемся использовать комбинаторику или алгоритмизацию. Большая проблема. И вот то, что мы сегодня говорили до этого, то, что вы пытаетесь от этого отходить, это действительно реальный прогресс, я надеюсь. Дальше. А можно ли, смотри, Райбок, а можно ли воспринимать тогда вот результаты деятельности интеллекта как алгоритм? Нет, нельзя. Нельзя, да? Нет, нельзя. Ничего, вот в этом все проблема. С этим уже, понимаете, вот все говорят, что там новое, хорошо забытое старое. 25 лет назад фирма по производству тазиков решила построить нервную систему пиявки из 120 нейронов. Туда тогда подключали компьютеры типа Крея. То есть тогда это старые времена. Но 128 нейронов, господа, были воспроизведены в такой комнате, как эта. Чуть о другом хотелось. А пытались алгоритмизировать, а к чему? У нее примитивно и ничего не получилось. Это понятно. Я немного о другом хотел сказать. Человеческий, даже абстрагируясь от компьютера, взять человеческий мозг, можно ли считать его результаты, его продукции алгоритмом? Нет, нельзя. Нельзя, да? Нельзя. К сожалению. Если алгоритм, связанный с размножением, то да. Ну, мы же способны, например, вычислить скриминанты. Это же алгоритм. Но не все же способны. Нет, но это же все-таки продукт интеллекта. Но это продукт не только интеллекта. Это вас еще образовывали. Согласен, согласен. Это и социальная среда. Нет, вы, беря там интеграл, вы интегрируете все знания, которое от вас было. Это понятно. Это не ваш мозг. У вас мозг. Разбойте задать вопрос еще? Да, да, давайте, конечно. Вы говорите, что основная функция мозга это тоже как бы репродуктивная. Но почему в Европе, например, ну, в развитых странах сокращается, тем не менее, да, численность населения? Ну, мозг разрушается. Нет, а... Просто, как бы я не совсем уверен в том, что действительно ли это основная задача? А, конечно, основная. Вы опуститесь так глаза чуть-чуть по карте на Африку, там оно падает? В целом, человечество, вы же воспринимаете как Европу. Ну, Европа, что там? Там свои принципы, вы поймите. Чем больше вы кормите обезьяну, тем меньше и хочется увлекательно заниматься размножением. Потому что, если у человека есть возможность, то есть, цель размножения это не абсолютная цель, это возможность. Понимаете? Мозг получает удовольствие от трех вещей. Еда, размножение, доминантность. Вот три инстинктивно-гормонально регулируемые формы поведения. В Европе просто есть много других вещей, как доминантность. Очень многие, например, там укорачивают себя кое-на-что, для того, чтобы проявить свою доминантность. У нас тоже бывает. То есть, это набор из этих трех инстинктов, они взаимозаменяемы, кроме еды. То есть, здесь подмена просто идет элементарно. Ну, все-таки, это какая-то тоже, опять-таки, борьба разных инстинктов. Ну, три основных инстинктов. Но без еды вы не сможете ни размножаться, ни выпендриваться, поэтому как бы... Если мы задаем функцию лидерства, то мы убиваем размножение, да? Не только так. Если вы задаете... Почему лидерство привлекательный инстинкт доминантности, это способность занять доминирующее положение и наплодить потомков, добывая много еды, что мы и видим. Но наличие добыткой еды уже необходимы с потомством. Да, 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 она падает резко, потому что тогда гарантируется. Гарантирование еды тут же снижает репродуктивный потенциал. Да. Уточните, в рамках предыдущих схем, как наркотические белки все-таки задерживаются в воде? Как они... Они не задерживаются, там... Они все время вырабатываются. Нет, вы думаете, косячок снаружи. Как это? Нет, если вы насчет косячка снаружи, то это дополнительно. А вот если насчет изнутри, то... Косячка мы поняли. Нет, не задерживаются, они вырабатываются. Вы эволюционно давно уже... Да, они есть у всех, они есть у... Вы думаете, что там кролики у них нет? У них есть. Особенно, если они занимаются любимым делом. Вот. То есть, дело в том, что у нас они эндогенные, они не задерживаются, там, это внешние задерживаются. А вот внутренние они вырабатываются самими нейронами. В этом катастрофа. Они их нарабатывают, как только... Да, самими нейронами. Как только понизировались энергетические расходы, на экономии энергии, он тут же себе нагнал С2H5OH и выбросил, поделился с друзьями. Вот примерно так. То есть, это примитивно, дальше некуда. Поэтому падение энергетических таких расходов тут же вызывает выработку наркотиков. Религиозность откуда? Такая особенно опасная, когда с этими поясами шахидов. А ничего, инструкцию прочел, энергетические упадали для расхода мозга. отлично. Значит, ну так заканчиваю. Значит, что? Про все про это я рассказывал вам по ходу дела. Теперь, значит, как, что делать? Всегда же интересно не просто, чтобы ученый пришел, да, что-то там насвистел про мозги. Нет, речь идет, конечно, интересно как-то решать эти проблемы. Значит, вот есть такое старое тухлое название, неристор, из 70-х годов, я специально его использую для издевательства, потому что его в технике молодежи использовали для того, как Илон Маск родился. Вот это приятно, черт возьми. Вот. Поэтому, значит, что он должен уметь делать неристор? Просто, если говорить конкретно, я занимаюсь ровно сейчас есть такое направление работы, которым я пытаюсь создать такую верунтистику. Значит, он должен обладать системой связи, регулярно образовывать, это мы уже все поняли, обладать способностью прерывать или тормозить сигналы, уметь воспринимать, суммировать внешний сигнал, обладать собственно изменяемой динамической памятью, это когда синапс сами на себя, быть способным генерировать ранее существа ваших сигналов, потенциал действия, обладать способностью умирать и воскресать, это важнейшая вещь. Он у всех присутствующих, я думаю, что уже процентов по 5 нейронов передохло с горя, но вот от тяжелой жизни, и это тоже надо уметь делать. Если мы научим его не только умирать, но и воскресать, то мы получим приращение в системе. Ну и нелинейная обработка встречных сигналов, когда рецепрокное проведение, сюда активируешь, сюда тормозный, и дальше последний подчиняется системе интересов большой шайки. Это когда большое заставляет работать на себя малое, то, что, собственно говоря, является основой конструкции мозга. Ну и теоретическая модель зверяка. Я уже об этом один или два раза говорил, то есть я сейчас пытаюсь построить зверя, такую скотину искусственную, которая должна обладать некими свойствами. Я как раз рассчитывал на студентов, потому что здесь нужно компьютер, если мы хотим создать искусственный интеллект, то надо им ввести понятие целеполагания, не связанное с решением конкретной задачи. Когда мы решаем конкретную задачу, а не абстрактную, поставленную в целом для системы, она работать не будет, она будет работать как калькулятор. Здесь обсуждать-то нечего, вы все лучше меняет и понимаете. Притом дальше промежуточный результат этой целеполагания, промежуточный результат, компьютеры размножаться не могут, мы им не можем ничего придумать, соблазнить их нельзя, им только задачу ставить, это плохо, это надо прекратить и менять совершенно с ног на голову всю эту систему, и нужно получать градиент удовольствия. Что значит? Это в процессе решения задачи компьютер должен каким-то образом, надо придумать, чтобы он получал удовольствие, я так условно говорю, с биологической точки зрения, то есть надо придумать какие-то замечательные каннабиоиды, опиоиды, то есть надо компьютеру дать закурить, вот что-нибудь, травки там, я не знаю, что, чтобы он в промежутках получал те самые подкрепления, как собака Павлова, для того, чтобы решая ту задачу, которая стоит в целеполагании, но менять энергопотребление, это понятно, и уметь жертвовать энергией структуры во время целеполагания. Вот создав такие алгоритмы даже, я не постесняюсь сказать этого ужасного слова, мы решим проблему искусственного интеллекта, но решив его, получим по мозгам, потому что автоматически искусственный зверек, ему будет плевать глубоко на ваши задачи, он будет бесконтролен, он будет просто жить, что вы ему создадите целеполагание, обратную связь на удовольствие, и он вам покажет Кузькину мать сразу. И искусственный интеллект появится тогда, когда он начнет решать свои, а не ваши задачи. Это тоже понятно, что если он будет решать такие задачи, о которых я говорю, то есть с такими целеполаганием и промежуточным удовольствием, то он быстро найдет себе задачу поинтереснее вашей, и контроль его на сегодняшней системе будет просто в принципе невозможным. И самое главное, что поскольку быстродействие большое, управление искусственным интеллектом будет сложнее, чем сообщество бабуинов, то есть нас с вами, потому что все это будет быстрее, эффективнее и лучше. Поэтому, когда мы будем решать первую часть этого слайда, то надо думать, чем это закончится вся история. То есть надо сразу же придумывать, как мы будем с этим делом справляться, потому что без этих систем это будет все тот же самый калькулятор, который вы прекрасно все понимаете, адаптируемый, не адаптируемый, калькулятор. А если это мы введем, то мы получим огромное количество достаточно быстрых проблем. Ну все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok